Наверняка вы слышали такую фразу «работай не больше, а умнее». Хочу вас обрадовать, в сетевом бизнесе это не только необходимо, но и возможно. Вы самостоятельно решаете, когда и что вам делать. Вы можете в нужный момент сконцентрироваться на действительно важных вещах. И при этом вы можете оставаться, работать в своем ритме. Это самый лучший вариант, потому что именно тогда вы находитесь постоянно на пике своей эффективности. Вы можете проводить встречи по утрам, вы можете делать заметки или изучать что-то новое далеко заполнить. У вас нет начальников и жесткого графика работы. В результате работа становится для вас не восьмичасовой обузой, а интересной и насыщенной частью вашей жизни. Единственное, о чем я хочу вас предупредить – следите за уровнем своей усталости. Я говорю как о физической, так и об эмоциональной усталости. Люди не роботы, люди не могут работать 24 часа в сутки. Давно известно, что уставший человек неэффективен. Снижается скорость реакции, повышается раздражительность, ухудшается самоконтроль и память, поэтому важно поддерживать баланс. Не случайно у пилотов и в сложных профессиях всегда есть нормы отдыха. В авиакомпаниях отлично знают, как усталость влияет на работоспособность и строго ограничивают время, которое пилот проводит на работе. Когда вы работаете на себя, вас никто не контролирует, но усталость никто не отменял. И потому вам нужно самостоятельно следить за своим состоянием. Работа сетевика очень интенсивная. При всех тех плюсах, которые она дает, тем не менее, такой ритм жизни требует от вас много сил. Ежедневное общение, поездки, встречи, банкеты. Плюс ко всему этому еще хронические недосыпания. Это вообще проблема современности. Когда вы не в форме, то и качественно провести встречу, переговоры тоже трудно. А если вы бодры, свежи и позитивны, то у вас уже есть свое преимущество. Обязательно следите за своим состоянием. Это ваш ресурс, это ваш рабочий инструмент. Дисциплина, эффективное распределение времени, качественный отдых и здоровый сон. Правильное питание, занятия спортом – все это позволяет держать себя в хорошей форме. Подпитывайте себя и эмоционально, не ждите профессионального выгорания. Книги, фильмы, путешествия, общение с семьей и с друзьями. Уделяйте время себе. Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы проводите встречи и получаете больше удовольствия от своей работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...